Что такое люминайзер? Люминайзер это космическое средство с молотой слюдой, наносится на скулы в виде румян, придает коже сияние и здоровье. Да, сияние, все верно. То есть у нас есть три сочетания. Сегодня какое ты использовала? Твоя самая, самый сложный вопрос, ты все время забываешь. Комплементарное, правильно. Комплементарное это значит сочетание. Контрастное, а ахроматическое сочетание. Это белое, серое и черное. Белое у нас идеальное. Овальное, поэтому коррекция не нужна была. Если бы у нас было квадратное лицо, то мы затернили бы челюстные, лобные. И высветили под глазами. И вот эти вот волосы. Ну ладно, девочка у нас совсем молоденькая. Ну, плавное будущее, я думаю, еще парикмахерское. Парикмахерское. Да, да, да. Парикмахер, но, Виталий Дмитриевич, чтобы создать образ, я считаю, что ей достаточно уже было знаний, чтобы сделать стрижку, укладку, там, да, как парикмахер полноценный. И тут же подкрасить, сделать макияж человеку. То есть с этим она справится. Я уверена. На это она научилась уже, на это все она шла, в принципе, освоив 8 и более техник, да, которые у тебя входят в твой пакет. То есть с этим она справится, поэтому мы свою работу сделаем. Все, я услышал. Хорошо, Айда, спасибо вам. Ожидайте, мы посоветуемся приемлемо решения. Я никогда так же не обижаю девочек. На что способны, то и ставим. Расскажите, как долго заняло работа это время? Ну, полтора часа. Полтора часа? Ну, среднее, обычно. Полтора-два скорее. Да. То есть, во сколько? Ну, не торопясь, сказал, не торопитесь. Не торопитесь. Ну, зря я так сказала, лучше поторопейся, побыстрее. Ну, да, но дальше я буду работать, конечно, на скорости, над техниками, улучшать их. На данный момент это, конечно, мой предел, но буду стараться лучше, конечно. Это время уже, это практика. Так, по тестированию, Лан, мы сейчас пройдемся по тем тестам, которые вы проходили. Будут вопросы выборочные. Говори нам, пожалуйста, отвечайте на них. Идеальная форма глаз? Это когда внешний угол глаза и внутренний угол глаза расположены на данной линии. Внешний угол глаза и внутренний угол глаза. Это правильно. Да, это правильный ответ. По поводу гигиены кистей. Как правильно мы их сушим, как правильно мы их храним? Сушим мы в горизонтальной форме, а храним, можем вертикально, можем горизонтально. Почему? Что почему? Почему мы сушим горизонтально? Потому что влага и мыло, которое находится на самом кисти, она может попасть внутрь, и состав, который держит, скрепляет ворс, и само основание может испортиться. Да, если держать и сушить вертикально, да, затекает жидкость, ручка портится. Если не сразу, то со временем это точно. Луна, все желаю тебе успехов. Прям много благодарны. Да, прям в группе пишут, что все получится, работа достойная. Да, тут по поводу неуверенности, безусловно, да, неуверенность присутствует в каждом человеке. Ну, вот это и есть жизнь, чтобы преодолевать. Ну, по-моему, если прям стопроцентно быть уверен в себе, это значит почти не развиваться. Это как мое мнение, потому что ты вот просто уверен в своей работе, не видя ни в своей достатке. А если есть какие-то сомнения, конечно, это стимул развиваться. Учиться до конца, до конца жизни, как говорится. Потому что я всегда всем говорю, я учусь до сих пор и дальше буду учиться. То есть я не Бог, то есть я чему-то научилась, передала свои знания базовые. Я продолжаю учиться, чтобы дальше передавать. На одном месте стоять нельзя. Движение жизни. Все на этой позитивной ноте. Мы завершаем эфир. Дорогие друзья, будут вопросы, пишите, звоните, телефон в шапке профиля. Благодарим вам, ожидайте. И урешение. Надеюсь, что этот документ, ну, вот только в этом формате, мы тебе вручаем, цвет из-за синего. А так все шансы на красный. То есть твердые знания, да, Италь? Я, как я уже и сказала, что создать полный образ у тебя уже достаточно знаний. То есть главное сейчас в том зале все четко, не пропуская. Вот как я из первого дня вы делаете, что только не пропустите. Бери, я даже пуском. Впитывайте, впитывайте все, что происходит здесь. Знаете, у вас большое преимущество, особенно тебя касается. Ты понимаешь, что вступаешь в этот мир в достаточно юном возрасте. И вот дай Бог, чтобы ты зашла, вот опять повторяю, через свою дверь. И у тебя тогда больше фор, у тебя много времени. Кто-то приходит в эту профессию в 30-40 лет, понимаете. У них эти 10-15 лет потеряны. Он искал, искал себя. Я хотел бы дать тебе напутствие. Дай Бог, чтобы все это получалось в совокупности, с парикмахерским искусством. У тебя будет хорошее сочетание. Вперед, вперед, вперед. Тем более ты приехала с Ростова. Да, здорово, что ты оказалась на Северном Кавказе. У нас здесь, понимаете, не такой большой город, как Ростов. Но все друг друга знают. И очень, да, мы стараемся дорожить репутацией. Потому что когда большой город, им не столь важно. Там поток идет, идет, идет. Так же и Москвы касается. Многие из Москвы приезжают сюда учиться. И совершенно другой подход. Поэтому все познается сравнением. Я думаю, мы оправдаем доверие каждого из вас. Вперед, вперед. Мы всегда рядом, всегда рука помощи есть. Успехов тебе. До подогрева. Спасибо вам. Отдельно хочу пожелания тебе определенные. То есть в жизни нужно поставить цель и идти к ней. Какие бы трудности у тебя не были, достигай ее. Потому что у тебя хороший потенциал. Я бы сказал, ты родилась с талантом. Спасибо. Понимаешь? Талант, это уже тебе бонус Бог дал. Теперь те навыки, которые ты наработаешь, этот талант превратится в бриллиант. Понимаешь? Есть алмаз, есть бриллиант. Чем они отличаются? Надо оттачивать. Вот и все. То есть вот этот алмаз надо превратить в бриллиант. Вот такой калитет она. Ну да. Все. Сделай нам, пожалуйста. Покажи себя в деле. Вручаем тебе. У тебя визажист четвертого разряда. Это достаточно высокий. Ты уже можешь претендовать на высокую ценовую политику в салоне. И также у тебя международный диплом. Здесь роспись в свой постах. И, соответственно, в рамочку на видное место. Держи. Поздравляю тебя. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok